Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и это FFA-сериал аж на восьмерых человек. Если вы смотрите этот сериал не с первой серии, то рекомендую перейти к ней. Ссылка на весь плейлист должна сейчас появиться в верхнем правом углу. Белая круглая кнопочка с буквочкой I. Если там ничего нет, то у вас, видимо, отключены аннотации. Снова играем в вашу любимую Сидмерс Цивилизейшн 5, карта Пангея и мне выпала Полинезия. Так как игра получилась длинная, то она разбита на серии. Надеюсь, выходить они будут через день или два после предыдущей. На этом всё. Приятного вам просмотра. Только если вместе наваливаться, а вместе получается, что кому-то давать... ...возможность. Вот немцы остановили, теперь кельт вырвался. Ну, а кельт ещё и неплохой сейчас бонус получил. Так, ну я учёного... Ну, блин, тут, знаете, тут уже наука не особо важна, потому что вот мне только одна деталь осталась открыть. Я её открою. Вопрос. Кто всё-таки первый? Построит... А, я открыл всю карту, наконец-то. Ну, мы, в принципе, её и так уже видели. Вот тут плотничком, видите, где Ацтек был, где был грек. Тут, видимо, Каринф стоял где-то. Нельзя, Спарта где стояла. Каринф, я так понимаю, вот между Алматы и Афинами, да, был? Подожди. Да. Аспарта. Спарта, вот видишь, там, за что ты говорил, академия у меня на вине стоит. Вот там на холме. Ну, за холмом, точнее. Академия на вине за холмом. Да, ну, это академия этого грека. Так, подожди, а как тут можно Спарту поставить? Тут Гонконг и Тиночететлан. Он прям между Гонконгом. В смысле, вот в три холма, там вот этот вот выше вина, и вот левее на равнении он стоял. То есть прям ровно между Гонконгом и Тиночетланом он поставил? Да. Да, я понимаю, почему Ацтек там расстроился. Да, я не знаю, почему ты расстроился. Да, инфига, мне уже паблик-скул. Уже все эти... Так, знаете, что я думаю, что надо переключаться на производство. Все на производство. Все на производство. Так, я думаю, что 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 я думаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, а почему у меня нехватка алюминия? Семь... Что у нас использует алюминий? Баттлшип использует нефть, если меня не изменяет память, да. Алюминий у нас использует... Стелсы... Ну, минус один... Ну, а что... Аааа, блин, этим... это этим таким семьях и хотелось ему так и ходу стоит 5 монет это я пентагон построил 19 на давайте наверное не везде мы поставим опова программ 100 94 88 нот здесь давайте вместо пола программ перерабатывающий центр вот эти эти заводы алюминий тратит может подарить кому какую какой грешки что вильнюс хочет фаервол хочет и седон наверно фаерволд единственное уже чудо которое не построено подарим самарканду всем дарится конечно вернемся в наши воды и Эх, опять не успел. Эх, опять не успел. Эх, опять не успел, чтобы слезать, вырубаться, жилками. Нет, не дарится, а если так, тоже не дарится. Ладно. Так, в гонолулу. Нет, уже в гонолулу надо на производство постоянно, можно тут не расти. Ну, становись в защиту. Да, ну быстро там у кельта, конечно, все. Деньги. Он собирается покупать. Ну, ему 2000 там с чем-то надо, так что... Может, мне уже к кельту пересадить всех шпионов? А Ниндзя сплошные экскомы строит. И стелс-бомберы. Короче, он у нас выносить собирается. Дэфорс, давайте будем точнее. Ну, и выносить тоже, как бы, конец игры, надо. Хоть что-то делать. Я ж не буду просто сидеть. Выноси кельта, он наверняка там строит космические детали. И Полинезия тоже. Да, блин, они все уже начали их строить, я тебе больше скажу. Ну, вот, смотрите, имеет ли мне смысл армию строить, вместо того, чтобы пытаться космический корабль построить? Я думаю, что нет. Я думаю, что так, вот, нафига у меня тут стоит? Я лучше вокруг городов поставлю. Если Тонгон захватит, фиг с ним. Само не хотелось бы, чтобы захватил. Да? Да. Тут уже без разницы, как оно будет. Открываться и идти все равно не построю, потому что уран требуется. Убежище мне надо еще, наверное. Эх, боюсь, они все-таки раньше. Все, ну, и кельты, и немец построят. Надо было немножко раньше мне начать. Ну, знаете, я боялся, что я построю Союз Аполлой, и там кельт перестанет с немцем воевать. В таком виде. Так, давайте в гноулу купим Убежище. Самарканд, зачем он Самарканд сделал с союзником, кстати, где он? С другой стороны, сейчас будет кельт с немцем все-таки бороться за... О, слушайте, я от производства не особо отстаю. Но у меня городов больше в этом проблема. А у кельта сконцентрировано в вот этих четырех городах. Так, на всякий случай построим тут тоже перерабатывающий потом. Да. Ну, вот последняя теха открыта. Надо было намного раньше строить этот проект Аполлон. То есть обычно строить детали по мере открывания технологии. А тут, видите, я думаю, что у всех, да, у кельта больше технологии открыты. Значит, что он уже во всех городах строит все те детали, которые нужны. У меня урана нет. У немца есть. То есть, если что, он будет кидать на кельта, интересно. Ну, и кельт, наверное, тоже будет на немца. Ну, и, конечно. Ну все, походил. Так-то я первый по производству, но распылено на несколько, а зато у кельта еще эти были не построены. Блин, а у меня уже все построено. Ладно, посмотрим сейчас. Алюминий Сиаму. 235-й ход, блин. Перерабатывающий центр, еще один. Дал два алюминия зачем-то человеку. О, перерабатывающий центр тут побыстрее. Два хода. Отлично, золотой век в тему будет. Так, ну сколько тут сто? Очень-очень-очень-очень-очень. А в столице. 5-5-5-5. 11-й ход, ну тут нету просто нет. Давайте-то кого-нибудь не будем тут строить. Что здесь? 8 ходов. Так, давайте смотреть. Значит, у меня раз, два, три, четыре. Будет в столице еще пять. Плюс еще engine. Значит, мне все-таки бустер надо где-то еще построить. Здесь все равно пять ходов. Значит, надо в тонге. Все-таки за 11. Где, блин? А, и мне не хватает одного алюминия. Класс. А, ну все правильно. Давайте мы тут уберем. Stasis chamber. Уже пока не строится. Вот здесь поставим booster. И надо, чтобы за 10 ходов оно построилось, а не за 11. Надо караваны отправить на производство в тонгу. Когда у меня тут заканчивается через 4 хода. А, как раз на производство в тонгу. Ну, больше я увеличить не могу. Да, в общем, 10 ходов мне до отлета в космос. У него Stasis chamber за 4 хода. А у меня за 5. То есть, по идее, кельт быстрее выходит. Но у него 4 города. Даже если он во всех строит, то он только 4 части, он не может больше частей сразу сделать. Посмотрим. Так, проверим еще. В столице у меня аэропорт есть. А, не, не в столице у меня аэропорт. У меня в Самоа аэропорт. Да. Так, тут тоже Stasis chamber начинаем. Вообще, можно в столице, точнее, нужно будет в столице купить аэропорт. Сколько он стоит? 840. Я накоплю. Нормально. Да, пятилетний план все-таки нужен был здесь. Ну, блин, опять же, не особо много у меня ну, дало бы определенное все-таки производство. Неплохо было бы с пятилетним планом. 20, 37, 42 золота в ход. Ну, видите, Сиам и Стокгольм на 4 технологии от меня отстают, а с Кельтом мы ровненько идем. Ну, да, в общем, 95-91. Знаете что? Я больше всего... Меня поразит, если победит в итоге швед. А он может, кстати. Потому что Аполло у него построено, но другое дело, что с производством... А у кого-то у немца сидят шпионы? У меня сидят. Правда... Как у него там с деталями? Правда, не в столице. Он везде строит экскомы. У меня в трех городах сидят шпионы, у него в трех городах строятся экскомы постоянно. У меня в Гамбурге еще сидит шпион, и там он строил атомную подлодку. Ну, то есть он собирается таки захватывать, а не играть тут на развитие. Видимо, да. Вопрос только кого, меня или тебя. Потому что я уверен, что Ниндзя двух не успеет. Подожди, но ты тоже строишь детали космического корабля. Ну, какие кельсы? Ну, где-то строю, где-то не строю. Не, просто мне кажется, Ниндзя тоже строю. Ну, то есть я уверен, ну, ты кого-то захватишь. Я уверен, что ты захватишь. Ну, блин, то, что ты всех... Ну, мне только на захвате. Только такой вариант. Я не успею детали построить. Мне произошло что-то мало. В общем, я все-таки надеюсь, что он будет кельта захватывать по одной простой причине, что... Давай наш шведа Ниндзя. Хотя у него подлодка да, наверное, для меня начнет. Здесь он подплывает подлодкой вот сюда и... То есть зря я флот увел, да? Давайте попробуем вернуть. Он у меня тут телепается туда и сюда. Шесть ходов он не сыграет роли. Он подплывает ядерной подлодкой какой-нибудь сюда. Отсюда, по идее, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать. Но он не очень долетает. Не очень. Убежище у меня тут есть. Попробую быстро тут обставить. Давайте-ка отведем этот XCOM. Поставим лучше вот так. Ну, у него дофига XCOM-ов. Он, блин, сейчас высадится и... То есть он кому-то... В общем, выбор ниндзи кому-то дать победить. Нападает он на меня, я думаю, кельт победит. Нападет на кельта, я победю. И темная лошадка швед. Вообще неизвестно, что там у него, как там у него. Я буду за шведом болеть, если что. Деталь. То есть ты уверен, что тебе... Вот продать все юниты это не самые лучшие идеи. Когда... Ну, в последний ход перед строительством продать все юниты, они тут по 70-м нету. И купить. Ну, то он не успеет же ничего сделать. Ну, не знаю. Но я считаю, что вот 8 ходов примерно было у кельта, ну, как он начал строить первую деталь. А у него вот она заканчивается. Ну, да, 5 ходов. Вот сейчас я бы сказал, что 5 ходов кельту осталось. Может, там шведа еще меньше осталось. Он еще не открыл техи. В свое время в свое время сильно отстал от доуки. Постоянно воевал. Ну, вот, первая деталька. Первая деталька пошла. Онлайн-версия двагиз.ру подскажет, какие рестораны, бары и кафе появились за последние три месяца. Двагиз оперативно обновляет свои карты, добавляет новой организации в справочник. Ежемесячно в справочнике Двагиз появляется 36 тысяч новых предприятий. Среди них 580 кафе, 230 баров и 150 ресторанов. А если принять во внимание, что приложение обновляется не полностью, а только новые данные, то это значит, что мы всегда в курсе дела в своем городе. Так что заходите на двагиз.ру и совершенно бесплатно скачивайте справочник для своей платформы. Я вот интернет открыл, лучше этого быть. У меня целых шесть туризма стало. А ты больной ублюдок. Теперь ваши граждане смотрят меня в интернете. На ютубе. Смотрят тебя именно. Играли в разных позах, да? Такой импель. И так, и так. Я почему мои граждане? Ты все открыл интернет, а у нас на интернете нету. Сейчас у меня тут будет Полинез Комнадзор введет еще цензуру. Построишь золотой щит, да? Да. Потому что вот чисто логически, если рассуждать, то вот если от интернета идет плюс к туризму, это что, других держав идет? То есть они должны как-то через этот интернет давать плюс к туризму. Значит, что у них он тоже есть. Ну, логически, да. Да, но мы открываем просто твой туризм от кельтов, и ты влияешь на Германию на 0,9%, на меня на 2,2%, на Сиам на 4%, так что... То есть, грубо говоря, только 4% населения Сиамы что-то там о тебе знают в принципе. У Сиаму уже 4%. Не, больше всего туризму у Германии. И больше всего, собственно, он на всех, ниндзя на всех, вот на Сиамаш на 11% влияет. У него уже экзотика. Кстати, и на меня, и у меня экзотика. Всю игру у меня было 3 туризма, и я умудрился накапать Сиаму 4%, офигеть. Ну вот у Сиамы уже минус 6 несчастья из-за того, что на него влияет Германия. Минус 6. Для того? А? Швеция тоже влияет. Ну и за это тоже. Ну, и... А, да, и Швеция 12% точно на Сиам. Ой, я шведского шпиона убил. Зато Сиам спер у меня теху. Хе-хе-хе. Вторая деталька пошла. Первая шведская. Вот это интрига. Не, ну производство у тебя побольше, чем у шведа. Вот это поворот. Вот это поворот, да. Не, ну Сиам без вариантов не может победить, потому что он отстает по технологиям просто. Он не открыл еще те технологии. Ну, как минимум, одну теху он с этими, с детальками не открыл по-любому. У меня шесть ходов до победы, ну, даже семь. Я прям настолько напряженную борьбу за детали еще никогда не видел, что прям все на карте строят детали. Да, я постоянно. Вон, когда я за Византию играл, там тоже строили. Строили. И то мне повезло, потому что там чувак как-то затупил, не походил. Или он в последнем за этих, за... Где за Китай я играл. Био. Био затупил. Ну, там только два человека строило. Я говорю про массовость. А здесь пять аэротипов? Да. Нет, понимаешь? А вот ниндзя не строит. Ниндзя, он пошел другим путем более интересным. То есть, на самом деле, по-хорошему, зависит от ниндзи, кто победит. Я очень сомневаюсь, что победит ниндзя при этом, но то, что он... Кому из нас он подгадит, это... У меня с него бронка. Ниндзя, ты же помнишь, кто единственный не кидал на тебя ядерную бомбу? Конечно, я ему за это отомщу. Вообще-то, ты не единственный, кто на него не кидал, я тоже на него атомные ядерные бомбы не кидал. Вот кто не кидал, на кого первого полетит. Ясно. Я так и знал. Он нибудь ждет, когда я детальку закончу тут. Давайте-ка я выйду из города. То есть, радиация и голи поглотили тебя? Да, я стал бешеный. Ну как, я вижу, что вокруг Мюнхена уже все почищено, например. Да, вокруг Тинниститлана уже все почищено. Я восстанавливаю свою империю. Э, слышите, ну-ка. Притормозите, да? Воу-воу, полезно. Так, давайте посмотрим Виктори Прогресс кого там так три детали у кельта по одному у меня со шведом и три детали у сиама прикол так аэропорт в столице надо купить ниндзя тоже еще не подключился не отставай мы верим тебя ну я думаю что тут все-таки кельт победит потому что у него просто больше производства в городах поэтому он раньше и он раньше начал посмотрим просто нападать на кельта получается это кому-то другому дать победить в данном случае если бы вдвоем хотя бы соревновались а тут все строят детали если кто-то на кого-то нападет то собственно этим двое двоим вряд ли удастся хотя не уже совсем оборонку со всеми четырьмя ну все лишь кельт по любасу я просто оборонку заключил потому простому принципу что у меня весь уран ушел в строительство атомных электростанций поэтому я просто я честно говоря удивился что ты кинул мне оборонку я думал что угроза мне ждать только от себя то есть я даже линкоры собирался строить что как-то сдерживать на думал ты на меня пойдешь линкорами когда я начну детали строить линкорами по-моему самые тут уж лучше этими стелсами идти но стелсы требуют алюминьку но и защита у меня у городов огромная 100 лет 234 это даже стены у тебя бустер на воде это ты вот перевозишь к оденбургу по воде что ли не пойму да я в трура построила перевожу а мог аэропорты построить не успел у меня в дубле не есть аэропорт ну в общем я его купил еще тогда в те древние времена когда мы воевали с сиамом и шведом 6 ходов у меня до полета я думаю что кельт раньше все-таки соберет и опять 6 ходов блин так на посмотреть тут производства может тут холм построить к 6 уже не смешно вот пять ходов стало шеет и зря перекупил я все равно знаю я тело или менее нет и и у меня есть или меня я просто сейчас я был два завода не нужно алюминия у меня стал плюс один так давайте-ка тут поднастроим тут этот отберем все равно и больше пяти наверное не смогу все равно вы цыганить но мне вот пять ходов и гонолу увидите пять ходов узнаем сейчас насколько ходов я отстал меня было хода на 2 наверно а пола раньше строить сиам чё там заснул много юнитов слонов там своих небось в ряд устраивать не он их и загоняет на космический корабль отправить на в бион тарс будет против этих против червей там драться прекратился алюминий ну без разницы что он прекратился так ну чё там одна деталь кати осталось мне еще 2 и блин тут такие наперегонки прям если венец из не на встретим четыре хода не построить тем более мне еще один ход перекидывать да да тут я хоть по дороге переведу ну тут без разницы почему я тут не могу человек типа починить только потом можно строить шахту подожду конца хода да или высадить уже пусть пусть геною ведь ядерная бомба очень хорошо долетит в эдинбург да только у меня урана нету во первых во вторых пока я строю ядерную бомбу все остальные то есть зачем мне кидать на кельта ядерную бомбу чтоб помешать ему выиграть так выиграет тогда если мы будем воевать выиграет швед или немец самое главное у нас с тобой такой воржа что нельзя кидать самое интересное что в итоге выиграет талеша нет я все таки думаю что выиграет кельт он на следующем ходу приди должен улетать кельт да ну чё кельт улетаешь да и ну поздравляем у меня спасибо у меня мне до до самолета три хода было еще так что я считаю что я просто поздно Аполло построил я думал что если я рано построю то вы типа прекратите воевать немец с кельтом и на меня переключитесь поэтому я немножко притормозил надо было чуть раньше построить и все было бы получше ну а я уже немножко не успел по ходам ну а у вас там сколько через сколько через швед помню еще три хода швед а у тебя через сколько так сори не могу говорить через 5 5 через 5-7 ну и точно ну не знаю как мне тут можно было лучше действовать я по-моему все правильно сделал типа и Венецию захватил вовремя надо наверное было все таки настоять чтобы Дублин взяли надо было вам это сделать если бы Дублин его взяли я бы ничего уже не сделал ну просто ну понимаешь с другой стороны вот мы смотрим на Дублин да я открываю демографию вижу что в тот момент например меня ниндзя у него по-моему было 530 производства а у меня 300 я думаю ну нифига себе а мы тут блин кельта пытаемся то есть а ниндзя там по всему первый ну это да и вот смотри хорошо если бы мы взяли Дублин смог бы ты тогда пойти и забросать ниндзю атомками ну да тоже вопрос хватило бы у тебя но я бы это делал не так интенсивно чтобы вы дольше там с ним возились чтобы у меня было больше времени на все эти на самом деле на самом деле я застучил я мог спокойно выехать то есть я нашел строительство блин как они бомбоубежище вместо деталей так слушай армию ты настроил что ты все таки не напал ни на кого сейчас там реально дофига армии было ты там строил ну да но ты при этом смотри ты настроил армию и вот теперь стал строить детали то есть армия то у тебя была то есть по идее ты мог попробовать хотя бы высадиться у нас не мешать для того чтобы я детали спокойно копил а вы мне ничего не делали ну вот у меня например икс комов уже не было вообще то есть я на верте я вообще ничего не мог сделать я мог только обороняться у себя на территории не знаю как там у кельта по этому поводу но у меня не было атакующей армии точно в общем мне надо было сразу после мира начинать детали строить я где-то строить меня удивляло почему ты вообще строишь в текст комнаты там самолеты почему не детали у тебя же промка я думал то что вы на меня опять нападете через ходов поэтому а зачем тебе нападать очень помогло то что у меня была со всеми оборонка сейчас вот мне сиан кидал швед вот ты лишь но ну а мне не было то есть я не видел никакой возможности с тобой воевать у меня было там сколько пять линкоров что ли чистоту построить линкоры оплывать вообще вот этот полуостров который венецианский да это сколько ходов потратить чтобы просто приплыть к тебе и линкорами обстреливать икс комами ты там я думаю спокойно бы города защищал тем более у тебя еще там самолеты сидят я думаю ты смог бы их апнуть в стелсы например то есть такая знаешь атака самоубийственная немного знаю непонятно мне что можно было сделать я считаю что забирать надо было что именно что видите все решилось в том месте что мы не взяли дублин в итоге надо было забирать дублин отдавать сиаму и он бы тогда поближе дублин в часу летел да сиаму а сколько у тебя было до полета ну где то 8 8 ходов у меня как раз один ход оставался до одной детали еще в одном городе семь ходов было и еще семь ну в том городе в котором еще не достроилась так смотрю просто как тут еще на карте воевали немец ацтек и грек такое начало ну и они конечно так рядышком ацтек вот ровно посередине между греком и немцем родился ровненько а можно как-то открыть эту карту если ты уже закрыл да там другое и посмотрите повторы по-моему называется вот в меню у меня проблема то что я постоянно воевал то на западный фронт то на восточный ну это зачем швед вот серьезно ты что ко мне вот пошел тогда этой армии ну это у тебя же как раз отличное место для развития отличное просто ты сиди вырывайся вперед а потом нагибай там всех вот если ты хорошо вырвешься и тебе в защиту играть очень неплохо ты бы там контролировал и немцы и меня находясь впереди по науке а мне кажется ты очень зря потратил вот эти свои мощности на армию и в итоге кстати ничего не получив если так рассуждать во-первых я не дал Тельту захватить Сиам плюс создалась угроза Дублину ну это такое напряжение знаешь я бы я бы тоже не давал Кельту захватить Сиам тоже не в тему страны если бы вы если бы вы пытались дальше Дублин забирать то вам было бы это очень сложно сделать у меня много самолетов там истребителей было не не мне там сказал я мне ниндзя подогнал армию очень большую как раз когда я высадился сверху от Дублина мы решили что не будем его брать на самом деле Дублин там бы брался за несколько ходов просто мясом я не согласен не серьезно но у меня тоже пехота была расставлять вокруг то есть против тебя воюют трое но ты уверен что он бы не взялся да тут реки тут болото кстати анант ты зачем поставил мне вот интересно вот в конце игры это я поставил на уран чтобы у меня был уран для АЭС и чтобы кидать еще на немца то есть по другому нельзя было никогда ну да никак генералов не было мне еще хотя неплохо с ураном повезло вот все венецианские города которые я захватил они как раз с ураном были ну свой уран был но при этом еще вот там Венеция Катманду Генуя у всех там какой-то уранчик а мне вообще не повезло это с углом у меня получилось ну видели мои территории там нигде угля не было мне пришлось генералам еле-еле доставать у меня кстати угля тоже вначале не было потом столица дотянулась по-моему в пятом радиусе уголь был и вообще там довольно долго я вышел в идеологию взяв радио а не фабрики построить я тоже радио брал у меня уголь появился возле Дублина в третьем радиусе где стояли юниты Сиама я не мог его никак обрабатывать и я решил прожечься и Оксфордом взять радио я думал первые шведы успеть взять свободу но к сожалению у меня переодел у меня вообще не было алюминия это просто и у меня алюминия не было я брал ОГГшик кстати вот мне у меня был алюминий я зачем-то два алюминия дал Сиаму и мне немножко ну я бы на один ход быстрее тогда детали строил если б не это а зачем тебе тогда алюминий был нужен Сиам? ну чтоб строить детали нет там что-то два алюминия ты у меня взял тогда еще детали у тебя не было нет были ну я же как бы сделал это просто благодаря автократии у меня там шпионы воровали с удвоенной скоростью я очень-очень быстро смог сократить свое отставание по науке но к сожалению у меня с производством все еще были проблемы а в конце игры уже видимо там все успели сжечь ученых ну я к концу игры я вообще вышел как бы я вышел в те технологии во все технологии где можно было строить детали мне кажется что меня просто производство подвело и отсутствие я сейчас открыл производство кто-нибудь открывает графики вообще смотрит тут в общем после примерно 1500 года немец нас по производству опережает офигенно вот до того момента как ты на него ядерки покидал просто опережение по производству я не могу все-таки найти этот как снова открыть все графики ну в меню выйди в самое главное меню о о вышел да сейчас пойду производство нельзя у тебя было офигенное ты тут мог что-нибудь нам сделать кстати а на что ты его тратил это производство не расскажешь сейчас я вспомню а я подводок ну а не я подводки в одном ну что-то я делал там ну я юнит я в основном на деф собирался дефаться от вас и улетать я не собирался воевать с вами по науке практически всегда кельт был впереди очень конкретно ну потому что он ожидал ниндзя ты его опередил примерно в 1700 ну когда мне это понадобилось по науке вход а мы вот со шведом видите вот у него вход был который закрыл а ладно я сейчас захожу просто очки культура хочу посмотреть техи как открывались так население по населению ниндзя тоже офигенно просто впереди я не понимаю почему ниндзя так сильно отставал по науке если у него было первое население потому что я вначале воевал я как бы и затупил я город свой второй день и начал развивать сразу ну то есть я воевал воевал и потом только нашел их во второй город развивать и и тоже кинем на руку я собираюсь пожадничал опять то есть я захотел быстро добрать их эти тихи открытые по открытым техам кельт так одно время были там все втроем ты одно время примерно на технологии десять опережал второе место ну да это я еще на сжигал быстро очень лабы вышел к тому же но все равно у меня за игру не было ни разу выше чем тысячи науки по армии ниндзя всегда к концу игры ниндзя накопил 61 тысячу второго места 30 тысяч армия то есть ты настроил и не использовал в конце игры в итоге никак да тут мне особенно по золоту графике нравится как у меня доползло один раз до пяти тысяч ну это ты просто копил а вот золото вход я тут смотрю первый был но это знаете благодаря тому что вы мне караваны пускали у меня по-моему штук пять караванов ко мне всегда ходила наземных тоже кельт мне очень понятно нафига ты копил деньги вот по-хорошему лично я бы когда на тебя нападали сиам и швед я бы эти вложил деньги в армию и снес бы их просто в итоге я так и делал тридцать золото вход да 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 вот надо надо было брать дублин все решилось в дублине чисто да главная ошибка ну я изначально планировал дублин брать почему-то без поддержки союзников как-то ну как без поддержки я воевал с скельтом на море но у него к сожалению там такой проход что просто не зайти действительно и как только вот блин ниндзя мне дал кучу армии вот высадили сверху ну непонятно было не на предложение все-таки заманчивая предложил накидаться ураном атомными бомбами и первую же скинуть на немцы ну это все равно не могло нам помешать в принципе это дублин захватить что вот что мне там могло помешать этот дублин захватывать до меня все они до него не добраться вот она была по морю вести с море я б тебя словил такой вопрос знаешь если бы не было такого проплыва у меня в одну клетку я бы наверно не в дефис стоял а пошел бы сразу через фрегат завоевать венецию а потом тебя попытался бы забрать потому что если бы не было такого залива то я ну ты понимаешь что это не факт что ты бы смог все это сделать потому что если бы венецию пошел захватывать потому что там я бы пришел к венеции мы потом воевали тогда бы я был союзником венеции наверно фигом зеленаправленно шел бы во фрегатах а я сошел цена правильного фрегат я вот заметил когда ты вышел в астрономию тоже туда пошел к тому времени у меня было открыто почти все в новом времени ну я не планировал например фрегатами захватывать тебя это я чисто на венецию шел потому что я исследовал карту я понял что от венеции плыть к тебе потом фрегатами даже если бы я захватил ее быстро ну это ходов в шесть или сколько или восемь даже пока я туда доплыву хоть я там не видел особо какой у тебя проплыв я приблизительно знал где ты должен находиться вот зато я нашел гамбург немцы я сразу думал что только захочу венецию надо плыть к ниндзи гамбург захватывать но суть до дела пока то да все тоже к нему далеко плыть я уже приплываю у меня в армада нет я просто фрегаты снимают города 8 очков 8 8 ну и как и сколько метам я мог конечно это много было фрегатов я мог бы типа на мясом но очень смешно все равно бы чисто фрегатами снял бы до конца я не за это я за более поздней эпохи у меня здесь было очень много подводных лодок вот целая стенатом стояла на самом деле их немного было там много у тебя было и что 10 ну так 10 но они то в одном городе по два хода строились то есть блин вот было бы у меня больше городов как считая у тебя 20 ходов производства в том городе срезал таким образом а еще плюс у меня же никаких маяков нету не мореплава нет то есть у меня обзора нету то есть я смотрю ты где-то стреляешь по ним но я не вижу поэтому мне приходилось подплывать меня еще не видел доказывает то есть мне приходилось куда-то плыть наука и лисе увидел то убивал а если нет то получалось что просто безответно ты их шпок 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 этим и тут тоже такой был нюанс я все удивлялся почему ты меня не видишь я думал все подлодки видят ну а еще я с этим ракетным крейсером затупил ну то есть я построила это для тебя подарок а не смог его положить надо было авианосец войти на нем вести и в итоге я не привел потому что подлодки у меня тогда уже были они все патрулировали в названии самого юнита ракетный крейс он для ракет а что сейчас положу я так раньше не возил ничего так особо поэтому я никогда такого нюанса не возникало просто надо добиваться до конца всех не почему до конца просто он был туда в случае дублин ну а что добивать тебя до конца чтоб не ниндзя улетел тогда бы но туда такая ситуация вот спорная очень если брать дальше дублин то ниндзя будет дальше развиваться все сложнее сложнее помешать мне просто дуб я думаю что дублин мы бы взяли хода за два вот в той ситуации 23 хода я не думаю нет вы дольше брали его просто вы не видели же всю мою армию что там есть но там принципе у меня уже шел еще один кулак принципе просто не понимаю зачем тебе надо было бы впрягаться потом за дублин его отбивать то есть ты бы ты бы то отратил ресурсы на эту войну например когда забрали я уже не трогал дублин там сидел бы себе тихо мы все и можно было тогда мир заключать действительно и у тебя у тебя уже было три города они 4 и ты бы медленнее вышел там во все эти штуки и при этом все равно смог бы на ниндзю сбросить атомку и дублин не на море стоял то есть он на твои на морские юниты никак не повлиял на их строительство а так дополнительно науку все-таки он продолжал давать то есть ходов бы два или три на строительство в итоге ракета это бы повлияло ну как получилось так получилось видите все таки такие вот мелочи в итоге и выигрывают игры чуть-чуть вот тут чуть-чуть там и у меня еще были бы варианты все равно там взять детальки за золото продался и нет в последний момент последних вот и купил в одну детальку у меня в добре не построилась только одна деталь ну это это все равно прилично для тебя нужно понять тебе нужно 6 деталей у тебя три города значит ты в любом случае в каждом городе по две детали строишь это уже отставание например вот я во всех городах строил детали то есть у меня даже там максимальный город долго если он строить все равно в итоге быстрее получается чем в производственном по две детали строить ну вот я шпиона в последний момент пересадил к тебе за 10 ходов где туда вылета на этом следил что ты строишь но вот у тебя в одном городе строилась этот деталька за 11 ходов у меня во всех городах по 5 по 6 то есть но не скажи до за 11 но потом в итоге мне были отправлены караваны на производство это город был который нельзя мне бомбил атомной бомбой он потом вырос еще специалисты и в итоге вот мне не до тебя три хода не хватило вот в этом городе если ты посмотрел последний ход тогда когда ты запустил ракету в нем в этом городе три хода до детали было и это была последняя бы деталь все так что вот так ну что все кто еще что-нибудь хочет сказать спасибо за да спасибо за игру очень хорошая игра вышла интересно спасибо большое всем пока всем удачи